1274 статьи, и также по добросовестному использованию Ютуба, которая вообще... И дело в том, что когда мне кидают страйки за ролики, которые полностью соответствуют всем этим правовым доктринам, всем вот этим вот статьям, даже статьям Российской Федерации, Гражданского Кодекса, всего прочего, она тебе не знакома. И ты пытаешься как-то вот всё это наверстать, как-то вот всё это сделать, замазывают как-то вот там ролики, зеркалят. При том, что вот когда они зеркалят, замазывают ролики, вот тем самым они, кстати, если до этого дойдёт, а до этого ну, вероятность того, что всё дойдёт до сюда ну, крайне мала, потому что если на вас подадут в суд за нарушение авторских прав, вы там подаёте ответный иск за клевету, то, что вы типа всё делали по правовым вот этим вот всем статьям, доктринам и по всему прочему. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Плагиат. Вот скажите, что у вас ассоциируется со всем этим словом? Ну вот что вот самое первое приходит к вам на ум. Лично мне приходят какие-то знаете, треки Моргенштерна или что-то вот такое подобное, но вот меня достаточно часто бесит, когда вот какой-то один GTA самбовский проект берёт наработку другого немного всё это дорабатывает и чуваки в комментариях говорят, что вот это вот всё плагиат. Об этом мы сегодня и поговорим но перед этим я вот немного вообще подискутирую на тему всего этого. Я просто потому что у меня действительно горит очко, блядь, со всего этого. Вообще считаю, что вот авторского права и вот всего вот этого прочего не должно существовать. В том виде, в котором оно существует сейчас, потому что то, что вообще существует, наш вообще полнейший пиздец, блядь. Потому что ну это ебанутая хуйня, блядь, авторское право это просто пиздец. А даже возьмем мою ситуацию на Ютубе, когда мне чуть, блядь, канал не удалили, при том, что я никаких законов, блядь, не нарушал. Дело в том, что часто для своих каких-то видеороликов и для всего прочего, даже для этого видеоролика я использую видео каких-то других людей. И дело в том, что это разрешено всеми вообще законами, которые только могут быть. И нашими российскими законами, это статья 1274 по-моему ГК РФ, там на свободное вот это вот использование других вот этих вот всех материалов и всего прочего. Так получается, что материалы, вообще видео, вот эти вот все материалы, которые вы там сняли и так далее, они уже, ну как я понимаю, автоматически защищены авторскими правами. У меня про это был даже отдельный самп-обзор, в котором я все это разбирал. Там я разбирал и нападение Андресу Крея и вообще всю вот эту вот, знаете, часть со страйками, все просто. То есть, посмотрите, обзор действительно охуительный, пиздатый, смешной и его не стыдно даже. А в кругу друзей, возможно, посмотреть, дабы вот узнать как можно больше вот всей этой информации. Он познавательный, там вообще все классно и так далее. И мне вот в то время чуть не забанили канал, потому что сами перерешили видео меня как-то добить, убить, я не знаю, вообще из всей этой среды выгнать, они начали кидать мне страйки. И дело в том, что когда ты кидаешь страйк, ты соглашаешься с тем, что вот этот вот ролик, на который ты жалуешься, он действительно нарушает авторские права. Ты там ставишь галочки, ты там ставишь все это, то, что под страхом там удаления канала и под страхом какой-то уголовной ответственности и всего прочего. То есть, ты со всем этим соглашаешься. И чуваки говорят, да, мы со всем этим соглашаемся и кидаем страйки. И дело в том, что это, ну это уже действительно уголовная статья. Если в случае со мной, все мои видеоролики, они проходят под 1274 статьей и также по добросовестному использованию Ютуба, который вообще не говорит о том, что нужно указывать источники, указывать авторство и все прочее по лицензии Ютуба. То есть, с этого самого добросовестного использования. Все равно, блять, оно вот каким-то образом пропускает все эти страйки, хотя такого вообще не должно быть. И дело в том, что когда мне кидают страйки за ролики, которые полностью соответствуют всем этим правовым доктринам, всем вот этим вот статьям, даже статьям Российской Федерации, Гражданского Кодекса и всего прочего, люди сами нарушают статью там о клевете. Потому что они клеветают на меня, говорят, что да, вот этот вот самый человек, он нарушает мои авторские права. При том, что там, я не знаю, бывает такое, что отрезки, которые у меня используются там в информационных целях для цитирования, для всего прочего, они там я не знаю, секундные буквально. И чуваки за это жалуются и по факту, ну то есть сами нарушают статью уголовную причем. Если у меня это там гражданско-правовая, возможно там уголовная, если это вообще хоть как-то можно подтянуть, при том, что это нельзя подтянуть, весь Ютуб состоит на цитировании, на всем вот этом вот прочем, на всех этих статьях, там на добросовестном использовании, на всем прочем. И чуваки просто вот этой вот всей своей хуйней занимаются и кидают страйк. Зачем? Для чего? Я не понимаю. И нарушают тем самым уголовную статью. Ну тут ладно, как бы об этом можно говорить долго, я об этом могу наговорить, наверное, я не знаю, на полчаса, на час, где я буду бомбить с того, что, блядь, Ютуб, как вы все это пропускаете? Как вы вообще все это делаете-то, блядь? Ну почему все настолько плохо? И понимаете, в чем дело? Недавно проект BlackRush, он презентовал свое новое обновление, в котором сказал, что у них там сейчас будет какой-то этот самый прут с уточками, там, я не знаю, заниматься охотой и всем прочим, то, что все это, оно будет тянуть даже на слабых вот этих вот всех телефонах, то, что там все вот это не будет лагать. И в комментариях чуваки опять-таки пишут, что, мол, блядь, ну это похоже на Радмир с его прудами для вот этого вот уток, для всего прочего. И типа, ну, блядь, ну это ж пиздец вообще, и когда вот чуваки просто обвиняют, просто обвиняют во всем этом, при том, что, блядь, ну этот прут, он даже, блядь, авторскими правами-то, блядь, не защищен. И чуваки все равно говорят, ой, с плагиати, или, блядь, да, на Радмире давно такое было. И меня просто вот с этого, со всего, ну, ну это ж пиздец вообще, если каждый будет так обвинять, если каждый человек будет обвинять, так вот, каждый проект, который что-то взял для себя, для того, чтобы улучшить свой проект, для того, чтобы игрокам было лучше играть, вообще интереснее играть и все прочее, то это ж пиздец вообще, потому что в Samp, ну, Samp существует уже там миллиарды, триллиарды лет, и все уже давно использовано, переиспользовано. Если сейчас мы вот будем за все это придираться, за все это как-то начинать, я не знаю, ебать анально вот это вот все делать, вот эти вот все унижения, блядь, делать, когда чуваки пишут, типа, да, блядь, да это давно уже было в Samp, блядь, а вы взяли, пришли и своровали, ну вообще, ну что это такое-то, а? И то есть от этого всего нужно избавляться, как лично мне кажется, то есть, ну это ж вообще пиздец, и вот со всего этого складываются вот этих вот, казалось бы, маленьких вещей, вот с того, что там, я не знаю, проекты обвиняют в каком-то плагиате, или в том, что вообще хотя бы есть какая-то схожесть, схожесть в GTA Samp, ну она хоть как будет. И от этого часто страдают на самом деле люди, тем более начинающий ютубер. Когда ты начинающий ютубер, ты постоянно смотришь на других людей. То есть, что они делают? Как они делают? Потому что для тебя вот эта вот вся сфера, вот эта вот вся, возможно, даже индустрия, она тебе непонятна. Она тебе не знакома. И ты пытаешься как-то вот все это наверстать, как-то вот все это сделать, и потом рано или поздно у тебя появляется свой стиль повествования, свой стиль в монтаже, свои какие-то скилзы, все прочее. А тут, чуваки, ну просто пиздец. Обвиняют там каждого в плагиате. Это недавно там мобильного ютубера обвинили в том, что он там скин Вертеича взял и вообще на Вертеича похож. Да, блядь, начинающие ютуберы, они хоть как будут, хоть на кого-то похожи. Потому что они вот смотрели ютуберов все равно. Так или иначе. И у них сложилось какое-то вот впечатление от всего этого. И разумеется, они будут пытаться все это повторить. И вот с таких маленьких вещей, казалось бы, то есть там обвинили какой-то проект, или там обвинили какого-то ютубера в том, что он похож на другого ютубера. Складывается потом то, что чуваки кидают страйки и считают это вполне нормальным. При том, что даже, ну не то, чтобы они закон нарушат, господи, да бог с ним с этим законом. По клевете там последний раз уголовно кого-то осудили, да, то есть там в 2013 году. Статья не работает по статье там хуй кого осудишь, блядь. Либо там условно будет, либо вообще все хуй забьют, потому что, блядь, страйк на ютубе кинул, ну кинул и кинул, блядь, ну чё тебе, какая разница. И вот со всего этого выходит то, что чуваки потом просто какие-то информационные ролики идут, даже разоблачения допустим, те же самые делают. И просто вот, я не знаю, там замазывают как-то вот там ролики, зеркалят. При том, что вот когда они зеркалят, замазывают ролики, вот тем самым они, кстати, нарушают неприкосновенность авторского права, насколько я понимаю. Опять же, это моё понимание всей этой статьи, потому что есть такая штука, как вот, ну нельзя взять и вот таким вот образом обмануть контент-айди, чтобы он, типа, всё это не нашёл, чтобы, типа, он не смог страйк принять. То есть, это запрещено так же. И вот за это уже реально может быть какая-то ответственность. Из-за того, что там заблюрили ролик или там, я не знаю, отзеркали его, изменили немного цвета, вот это уже да, такого не делайте. Лучше отставить свою позицию нормально, потому что закон на вашей стороне, по крайней мере, там по 1274 статье, по закону добросовестного вот этому вот всём использовании, всегда, на всякий случай, опять же говорю, указывайте авторам, с какого канала вы брали вот весь этот материал. Да, разумеется, Ютуб к этому не обязывает, но, по крайней мере, в суде, если до этого дойдёт, а до этого, ну, вероятность того, что всё дойдёт до суда, ну, крайне мала, потому что, если на вас подадут к суд за нарушение авторских прав, вы там подаёте ответный иск за клевету, то, что вы, типа, всё делали по правовым вот этим вот всем статьям, доктринам и по всему прочему, это уже непонятно, да, кому хуже, и никто так рисковать, как вы понимаете, не будет. И поэтому, ну, это ж пиздец. И вот если люди вот меня смотрят, какие-то, да, и вот так же, допустим, кого-то обвиняют в плагиате, во всём прочем, да, то перестаньте, пожалуйста, это делать. Да, возможно, поначалу какие-то Ютуберы или какие-то начинающие сервера, они могут быть похожи на другие, да, вот эти вот все сервера, вот на этих вот всех Ютуберов и так далее. Но потом, если человек захочет, ну, разумеется, если он будет всем этим заниматься, он изменится, он приобретёт свой стиль, приобретёт свою какую-то харизму, всё прочее, и всё у него будет замечательно. А вы, вот тем, что делаете нечто подобное, вы прям вот убиваете человека, который пытается что-то сделать, прям вот в самых зачатках. Он ещё ничего не сделал, он только попробовал, да, как-то там возможно на кого-то быть похожим, на кого-то немного там, ну, я не знаю, покосить немного, да, типа там, попытаться быть похожим в целом. И вот его уже вот за всё это выебали. Потому что, типа, блядь, ну ты плагиатишь, ты типа похож, ты плаги... Или там вот эта вот ситуация со страйками вся, ну, это ж вообще еб... Это, блядь, ебанутая хуйня. Вот эти вот все страйки, блядь, на Ютубе лучше бы их нахуй не было. Потому что те страйки кинули, у тебя один страйк есть, ещё два страйка, у тебя канал банится и даётся там две недели на то, чтобы всё это оспорить, и две недели ты сидишь, не можешь ролики выпускать. Вот это уже пиздец, вот это в самом деле, да. Однако, что могу сказать? Для ютуберов, каких-то начинающих, для всех прочих людей. В общем-то, смотрите, сам по обзору страйка пага Ютуба. Там я наглядно всё это объясняю, привожу вот эти вот все статьи и всё прочее. Гражданского кодекса, статьи там самого Ютуба, как всё это делается. Если вам всё это интересно, как сделать ролик и типа, чтобы вас не выебли по авторским правам, то, разумеется, смотрите обзор. Там я всё это рассказываю, там я всё это поясняю и рассказываю, делаю прочие вот эти вот все дела. Поэтому заходите и узнавайте всю эту информацию именно там. Всем спасибо за просмотр, всем пока!